Продолжение следует... Продолжение следует... И хочу поздравить с наступающим великим праздником, 75-летним юбилеем Дня Победы Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война 1941-1945 года длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия прошла через каждую семью, через сердце каждого гражданина Советского Союза. За годы Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов человек. Эта трагедия касалась абсолютно каждого. Много людей погибло от бомбежек, от тяжких условий жизни и труда. В эти тяжелые годы солдаты и обычные люди совершали героические поступки, спасая жизнь и приближая Великую Победу. Все население бывших постсоветских государств вот уже на протяжении 75 лет вспоминает эти страшные события. И, конечно же, мы вспоминаем и с глубоким уважением и почитанием, чтим своих предков, воевавших за нашу Родину, против Германии. Но, к сожалению, с каждым годом участников и ветеранов войны все меньше и меньше. Но мы, как нынешнее поколение, мы не должны забывать, мы должны передавать потомкам всю историю Великой Отечественной войны, рассказывать подрастающему поколению правду о войне, о ее героях, о героических поступках. И о той боли и лишениях жителей нашей Родины, которые через все это прошли, сохранили мужество, добро, сердце и любовь к отчизне. Вечная слава павшим героям. Они всегда останутся для нас примером подражения. В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена, не пускнеющие славой мужественных воинов, сказал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. С самого начала войны, с 1941 года и до мая 1945 года, в Советскую армию были призваны более 500 тысяч армян, из которых 300 тысяч были уроженцами Советской Армении, а 200 тысяч были этнические армяне из других советских республик. Также более 100 тысяч армян сражалось против гитлеровской Германии в рядах союзников, но более 200 тысяч человек не вернулось домой. Если учитывать факт, что в 1941 году население армян было полтора тысячи человек, то получается, что на фронт ушло 20% населения. 20% населения. И в каждой армянской семье есть участник и ветеран войны. И уже потом мы с вами и до сих пор мы знаем и должны знать, что наш народ, армянский народ, в этой войне дал 64 генерала, 5 маршалов, 106 героев Советского Союза. Занимали армяне шестое место по числу героев после русских, украинцев, белорусов, татаров и евреев. Армяне служили в разных родах войск. В пехоте, в бронетанковых войсках, в артиллерии, в военно-морском флоте и военно-воздушных войсках. Во время войны сформировалось 6 армянских дивизий. 6 армянских дивизий. 76-я горно-стрелковая дивизия была сформирована в Советской Армении и отличилась в Сталинграде. 309-я дивизия, которая сформировалась в 41-м году в Закавказском военном округе, в 1942 году участвовала в боях за Керчь. 409-я дивизия сформировалась осенью 1941 года и воевала с берегов Терека, дошла до самого берега Дуная. 408-я дивизия была сформирована весной 1942 года, участвовала в боях Кавказа и у берегов Черного моря. 261-я дивизия была сформирована в 1942 году и защищала границы Советской Армении с Турцией. И, конечно же, победа в Великой Отечественной войне сыграла важнейшую роль для армянского народа. Дело в том, что если бы СССР проиграл, то поражение могло бы обернуться для армян катастрофично. И уже к началу войны союзник Германии, Германия и Турция сконцентрировала на границе Советской Армении 26 вооруженных дивизий и выжидала удачного случая для вторжения на ее территорию. Но, конечно же, все обернулось не так, как ожидала Турция, и все сложилось положительно для нашего народа. Хочу обратить ваше внимание на 89-ю Таманскую дивизию. Это та славная дивизия, которая сформировалась в 1941 году в Ереване. Свой военный путь, она началась с сентября 1942 года и с предгория Кавказа дошла до самого Берлина. Удостоилась названия Таманской, когда освобождала Таманский полуостров в 1943 году. И с ноября 1943 по апрель 1944 год отличилась освобождением Керчи. Потом Севастополь. Дивизией командовал майор Недею Сафарян. Под его командованием после штурма Берлина армянские солдаты исполнили танец к Хочари. Пожалуйста, я попрошу модератора Манушак, чтобы она нам включила кадры и видео этого знаменательного события. Прошу вашего внимания. Прошу вашего внимания. Прошу вашего внимания. Прошу вашему внимания. Продолжение следует... 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 Что же про звание маршала? Про звание маршала я вам скажу, что звание маршала он получил не во время войны, а даже после нее. И немножко здесь подробнее. В 1952 году Сталин задумал в годовщину в 10 лет победы трех военачальников, которые в годы войны командовали фронтами, сделать маршалами. Об этом Сталин сказал в день Советской армии у себя на даче в узком кругу высших армейских чинов и назвал имена Ивана Баграмяна, Ивана Петрова и Андрея Елененко. Затем с бокалом в руке он подошел к академику Абрамяну Алиханяну, который в это время тоже был среди гостей и сказал, что вот товарищ Алиханян, теперь и армяне будут иметь маршала. У грузинов есть свой маршал, но он паркетный, имея в виду Берия. Я имею в виду товарища Берия. Зато у вас есть настоящий адмирал флота товарищ Исааков. После этого случая, конечно, Берия не угомонился. Он организовал письма в огромном количестве, где обвинял Ивана Баграмяна, что когда он был на должности командира эскадрона, он давал должность и делал поощрение бывшим дашняковским офицерам, которые вместе с Баграмяном громили турков в 1918 году. Баграмяна опять таскали по допросам и, конечно же, Сталин вычеркнул по нему Баграмяна из готового текста постановления о присвоении маршалского звания. Но Сталина потом не стало. И в 1955 году уже Ивану Баграмяну было присвоено звание маршала Советского Союза. И после этого в этом же звании он провел тяжелейшую ответственную операцию по переброске вооружений и военнослужащих на Кубу во время Карибского кризиса. Вот так нелегкий путь и, конечно же, нелегко доставалось нашим маршалам звание. Следующий всем нам хорошо известный маршал – это маршал Амазас Бабаджанян. Он тоже был из армянского села Чардахлун. И его называли там, ну, родственники и в гостном кругу называли Келагёс. Это дословно означает «отчаянный до сумасшествия». Впрочем, это не единственное прозвище Амазас Пахачатуровича. Немцы его называли «Черной пантерой» за быстроту манёров и смелость. А сам Бабаджанян подчёркивал, что Бабаджанян – истинный герой. Все свои награды он завоевал в боях. Ну, звание маршала бронетанковых войск он тоже получил в 1967 году. А ещё через год стал начальником танковых войск Советской армии и членом военнослужащих войск. Сергея Худякова была судьба трагичной. И очень противоречивая. Жизнь Сергея Худякова, он же армянят-хамперянц, полна противоречий, несправедливых обвинений. Его правда, его полностью оправдали, но уже после смерти. Указом Президентного Верховного Совета СССР 1965 года. Реабилитированный по решению суда Худяков был посмертно восстановлен в войском звания маршала авиации и в правах на награды. Его называли благородным маршалом. В чём заключалась суть его благородства? В 1943 году генерал-лейтенант Хамперянц решает нанести удар по главной базе немецкой авиагруппировки. Выход самолётов к аэродрому должны были прикрыть маневренные группы. Но получилось так, что ударные части советской авиации встретили немецкие истребители непосредственно на линии фронта. В итоге операция провалилась. И комиссия штаба ВВС провела расследование. Приказом главкома командиров соединений, участвующих в операции, наказали вплоть до снятия должности и взыскания. Но Хамперянц отправил главкому телеграмму «Во всём виноват я. Прошу снять взыскания, наложенные на командиров». Приказ был отменён, а взыскания сняты. По тем временам такой поступок был отчаянно мужественным и практически несмысленным. Его стали называть благородным маршалом. Иван Исаков, хованестер Исаакян. Он провёл войну на передовую. Участвовал в боевых действиях на море и на суше. Он координировал действиями армии и флота при обороне Прибалтики, затем Ленинграда. В октябре 1942 года Исаков попал под воздушную бомбардировку у Туапсе. Большой осколок пробил ногу, и лишь через двое суток его удалось доставить в Сочинский госпиталь. Ногу пришлось ампутировать. И я расскажу тоже один интересный факт из его жизни и как зародилась крылатая фраза, о которой вы узнаете в конце моего рассказа. Однажды Сталин в три часа ночи позвонил Исакову и попросил его с ним встретиться. «Товарищ Исаков, как вы относитесь к тому, если бы мы вновь назначили вас начальником Генерального штаба морских сил СССР?» Исаков ответил «Товарищ Сталин, у меня нет ноги. В таком состоянии трудно находиться на корабле». На что Сталин сказал «Лучше, чтобы на пост начальника штаба был человек без ноги, но с головой, чем с обеими ногами, но без мозгов». Не надо благодарить за доверие. Мы в вас верим. Вот такая была судьба у наших генералов. Сергей Аганов, Сергей Иоанн. Воевал Сергей Аганов в самых первых дней Великой Отечественной войны. Он был слишком молодой. На дорогах Великой Отечественной войны 24-летний Аганов оказался уже в 1941 году. Командовал ротой снайперов. Воинское звание маршала инженерных войск ему было присвоено в мае 1980 году. Трудно переоценить вклад Аганяна в организацию и разработку осуществления мероприятий по ликвидации последствия Чернобыльской АЭС. Вот здесь и пригодился его опыт, практика и теоретика, инженерные способности и умение мгновенно ориентироваться в нештабных ситуациях. В 1987 году он был включен в группу генеральных инспекторов Минобороны СССР. Вот очерк и факты из жизни маршалов. Спасибо большое, Леана Семяковна. Нам тут поступил один вопрос. Почему именно армянские фамилии были переведены на русский лад, как у Аганова, как у Худякова? Может, есть какая-нибудь система, которая этому способствовала? Я считаю, что это требовало должность этих людей, это требовала политика того времени. Это не просто так. Это не только желание, я думаю, этих людей, а это, еще раз говорю, что требовала политика этих того времени. И поэтому их фамилии, их фамилии, ну, понятно, что армянские фамилии заканчивались на Ян. И здесь, наверное, чтобы не делать акцент на национальность, фамилии приходилось менять. Это были сложные времена, и как-то высказывать свои желания было не очень компетентным. Поэтому их фамилии менялись. Спасибо за вопрос. Я хотела бы дальше представить легендарных людей. И было бы несправедливо, если бы мы сегодня о них не говорили. Потому что во время Великой Отечественной войны, после войны, о них никто не говорил. Почему не говорили о них? Потому что они были разведчиками, нелегалами, и были засекречены вплоть до 2000 года. О них никто не говорил, нигде про них не афишировалось. Но это люди-легенды. Я, конечно, имею в виду, вы видите слайд, это Георг и Гуар Вартанян. Безусловно, важную роль сыграли разведчики-армяне, среди них Гуар и Георг Вартаняны. Разведчику Георгу Вартаняну была вручена награда героя за предотвращение покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля. В 1943 году в Тегеране должна была состояться первая встреча Большой Тройки, на которой решалась судьба миллионов людей. И покушение планировал нацистский диверсант. За несколько дней до конференции разведгруппа Вартаняна срывает операцию, и немецкие диверсанты попадают в плен. Это очень важное историческое событие в жизни всего народа, всех народов. И самое поразительное, что герою Георгу Вартаняну на то время было 19 лет. В 1980 году был снят фильм «Тегеран-43». Настоящий, посвященный этому важному историческому эпизоду. В фильме имя героя не упоминается, поскольку тогда Вартанян был еще засекреченным разведчиком. Немножко я буквально расскажу о Георге Вартанянине, потому что я еще раз говорю, до 2000 года об этих людях говорить было нельзя. Он родился в 1924 году в Ростове-на-Домну в семье Андрея Васильевича Вартаняна, иранского подданного. В 1930 году, когда Георгу было всего лишь 6 лет, семья выехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. В феврале 1940 года он установил контакт с резиденцией НКВД в Тегеране, возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры немецких разведчиков в Тегеране и других иранских городах. В 1942 году Амиру, так его называли, это был псевдоним, пришлось выполнить специальное разведывательное задание. Амир принимал участие в обеспечении безопасности лидеров Большой Тройки, о которой я уже сказала, в 1943 году. Амир, то есть Геворг и Гуар, они прошли свой путь вместе 30 лет, были разведчиками-нелегалами 30 лет. И потом, когда они уже стали говорить, была рассекреченная информация, заслуженный журналист Армении Гурген Хажакян написал, издал три книги. Сначала книги были на русском языке, а потом переведены на армянский язык. В этих книгах жизнь и деятельность блестящих советских разведчиков Геворг и Гуар Бартаняна собраны рассказы, весь путь пройденный разведчиками о курьезных случаях, шутках, которые рассказали журналисты сами разведчики. И еще я бы посоветовала посмотреть документальный фильм, который называется «Жизнь под грифом секретно». Очень интересно, и в этом фильме снимались сами Гуар и Геворг, и они сами рассказывают, ну, конечно, не все подробности, но то, что можно рассказать, и очень довольно интересно. Так что, если будет время, посмотрите, пожалуйста. Книга «Герои-разведчики» называется «Нелегалы Геворги Гуар Бартаняна. Соприкосновение с легендой». Геворгу при жизни было присвоено звание Героя Советского Союза, а Гуар была награждена Орденом Боевого Красного Знания. Да, всем нам известно, что эта великолепная женщина умерла буквально недавно. Да, в 19-м году. К сожалению, книги в онлайн-формате мы не сможем, так как есть право на интеллектуальную собственность выложить в наши соцсети, но документальные фильмы, которые есть здесь, мы обязательно выложим в наших социальных сетях, чтобы все наши участники сегодня могли посмотреть и поделиться со своими друзьями и близкими. Хорошо, спасибо. Они, я еще немножечко добавлю, потому что это гениальные люди, они хорошо знали язык фарси, но потом все-таки они секретно поступили в университет иностранных языков в Ереване и учились там языкам, секретно, конечно, и они закончили университет в 1955 году. Но золотым ключиком их общения, как они сами рассказывают, был армянский язык. Да, я, простите, может я немножко рассказываю о них, как бы, хочу рассказать побольше, потому что очень интересно. Я бы хотела мне рассказать о том, почему Георг Андреевич ощутил, что боялся знакомиться с армянами. Кстати, за рубежом мы старались, говорит он, цитирую, избегать частых контактов с армянами. Георг Андреевич ощутил, меня не разоблачали сильнейшие разведки мира, но достаточно познакомиться с одним армянином, и уже через 10 минут он будет знать, кто ты, откуда, кто твои родственники. Вскоре ты будешь раскрыт, поскольку армянская всемирная информационная сеть всесильна. Вот так. Значит ли это, что из каждого армянина выйдет хороший разведчик? Ну, еще добавлю, немаловажно, Георг Андреевич, то есть Георг Партанян, был большим патриотом своей исторической родины, то есть Армении. Сложно передоценить роль, которую он сыграл в Карабахской войне, в частности, в становлении военной разведки Армении. Он устанавливал сотрудничество соответствующих российских и армянских структур для всяческого укрепления нашей страны. Речь идет об Армении. Об этом наша общественность, конечно, узнала потом из телеграмм соболезнований после его кончины. Да, может у кого-нибудь возник вопрос, почему их называли нелегалами? Почему они называются легендой героя разведчики нелегалов? Если честно, меня тоже этот вопрос заинтересовал, и я внимательно услышала интервью, и как раз был момент, когда сам Георг Партанян рассказывает, объясняет, почему они нелегалы. Нелегал – это разведчик, который в совершенстве перевоплощается другого человека при каждом задании. То есть это другая внешность, это другая фамилия, это другие документы. И вот перевоплощение вот это явление не называется различным легендой. Ну вот. Мастера своего дела. Да, мастера своего дела. Тридцать лет вместе прошли. Как они шутят, они женились три раза. И говорит, я женился три раза на одной и той же женщине. Но армянская свадьба состоялась в 1946 году. Состоялась армянская свадьба. Люди-легенды и, конечно, честь и хвала таким людям, которыми мы можем гордиться. Конечно, о них надо знать, о них надо говорить. Давайте послушаем про вклад в диаспоры или еще еще? Да, конечно. Вклад в диаспоры и роль армянской апостольской церкви. Тоже очень важная роль. Твой вклад в дело победы внесла армянская апостольская церковь. По инициативе архиепископа Геворка Черепчана армяне собрали средства, с помощью которых были созданы танковые колонны. Это большой вклад. Танковая колонна под названием Сосунти Давид, Давид Сосунский и Ованес Баграмян. Уже в июне 1941 года католикоз всех армян Геворк VI Чулегчан призвал всех армян встать на защиту Родины. Обращение католикоза о сборе денег для формирования танковой колонны Сосунти Давид нашло самый широкий окрик среди армян. Об этом и о собранных средствах сам католикоз передал. О собранных средствах патриарх в 1944 году сообщил в письме Старин. И сам католикоз передал только драгоценности на сумму более 850 тысяч рублей. На что вождь в ответном письме написал. Прошу передать зарубежным верующим армянам, внесшим средства на строительство второй танковой колонны, Давид Сосунский, мой привет и благодарность Красной Армии. Зарубежные армяне, да, это армяне диаспоры, они, это был достойный вклад в победу над нацизмом. Они не только оказывали материальную помощь, да, мы уже знаем, что благодаря им вот создались такие танковые колонны. Вот на танках буквально так и было написано, это реальные кадры Давид Сосунский и Ованес Баграмян. Более 50 тысяч армян с оружием в руках сражались с фашистами в армиях стран-союзника. 20 тысяч в рядах армии США. Например, Ерван Дервищан удостоился ордена медали почета Конгресса, в которой в годы войны было награждено в США всего 87 человек. Порядка 30 тысяч армян сражались в армиях Франции и Великобритании. Один из руководителей движения сопротивления, Мисак Манущан, стал национальным героем Франции, а партизан Макартич Даштуян – национальным героем Италии. Вот такой вклад, это, конечно, значимый вклад в диаспоры, победу, ковали победу все вместе. Каждый армянин и каждый гражданин Советского Союза. Ну и, конечно же, память должна жить. На территории Армении имеется 9 захоронений, участников Великой Отечественной войны, где покоятся 698 бойцов. Почти во всех населенных пунктах, вы, наверное, кто бывает в Армении, заезжая в каждый населенный пункт, вы видите воздвинутые памятники в городах, мемориалы в честь военачальников, героев и, конечно же, просто в честь защитников Отечества. В Армении в 1967 году в городе Ереване в честь победы над фашистическим режимом был установлен монумент «Мать Армения» Майхайастан. Армянский народ чтит память своих сыновей и ежегодно возлагает там цветы. Я немножечко подробнее расскажу о монументе «Мать Армения». Итак, этот монумент в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Ереване расположен на вершине холма в парке «Хахтанат». Парк «Хахтанат» у нас есть. Культура находится на главной оси проспекта Месроп-Маштоц, возвышаясь над зданием Матына-Дарана. Пьедестал был построен в 1950 году по проекту архитектора Рафаэла Исраиляна. Первоначально, обратите внимание, первоначально на нем был установлен памятник Сталину. Массивный пьедестал со ступенчатым завершением выполнен из гранита. Изначально принадлежался для музея Великой Отечественной войны. Но в 1962 году скульптура Сталина была демонтирована. И в 1967 году на пустующем пьедестале была установлена 22-метровая статуя «Мать Армения». Работа скульптора Арага Ручинян. Официальной церемонии открытия не было. Скульптору удалось установить связь новой скульптуры со старым пьедесталом как в композиции, так и в декоративных деталях. Найти баланс между размерами старого и нового памятника. И скульптура выполнена в чеканной меди. Символизирует могущество и величины Родины. Представляет собой образ матери, вкладывавшей меч в ножны. У ног матери вяжет щит. На лбу у нее Родина, покрытая тонкими листами золота. Скульптура характерна стилерзованной формой рук, строгими чертами одежды. Критики отмечали, что использовав хорошо известный мотив «боительница с мечем». Скульптор не принес в него ничего проницательно нового. Но прообразом матери Армении стала 17-летняя девушка Евгения Мурадян. Ра Ручинян встретил ее в магазине и уговорил позировать для скульптуры. Сам скульптор вспоминал, что он также запечатлел в памятнике образ своей жены. В 1970 году в основании памятника был открыт музей Великой Отечественной войны. И в 1995 году он был переименован в военный музей «Мать Армения». С того времени находится в ведении Министерства обороны Армении. В музее два основных раздела, посвященные Великой Отечественной и Карабахской войны. Раздел Великой Отечественной войны рассказывает об участии в ней армянского народа. Представлены личные вещи, оружие, документы, портреты, герои. Вокруг педестала выставлены различные образцы советского оружия. Я думаю, что каждый армянин, побывав в Армении, захочет прогуляться в парке Ахтанак. Ахтанак с Гусайгун. И, конечно же, посмотреть, почему бы нет зайти внутрь, увидеть музей, посвященный победе Великой Отечественной войны. Ну что, победу приближали как могли. Приближали все, не только генералы, не только герои Советского Союза. Как сказал великий маршал, начиная с рядового солдата. Я уверена и я знаю, что в каждой семье, в каждой армянской семье есть родственник, близкий, который участвовал в этой войне. И это огромная гордость. И, конечно же, желательно и хотелось бы, чтобы мы передавали нашу память, нашу гордость следующему поколению, которое, наверное, уже мало знает о Великой Отечественной войне. И завтра, завтра день 75-летний, юбилей, годовщина. Пожалуйста, немножечко времени можете коротать и рассказать своим детям, какой путь, какой героический путь прошел весь советский народ до самого конца, до Берлина, до победы. Спасибо большое, Леона Семаковна. Так как наша презентация, наша лекция закончилась на тему мази и Армении, хотелось бы спросить у вас, вот какой вклад женщин именно в войну был произведен, за исключением того момента, что все женщины, все матери Армении отдали в войну своих сыновей, своих мужей, братьев и отцов. Какой вклад вели именно женщины? Женщины, конечно же, в каждой войне женщины имеют свою огромную роль. Начиная с того, что они ждут и они дают надежду каждому воину на фронтовых полях, но они работают в тылу. Например, вот я знаю и читала о Тагуи Ваня, это летчица армянка. Также была авиаконструктором известный ученый Лиза Шагатуни. Женщины-армяне работали, ну опять же, я вернусь, Гуар, Гуар, Вартанян, тоже у нее большой вклад. Женщины-медсестры армянские медсестры, женщины-связистки, много было связисток армян. Конечно, все имена я сейчас не смогу назвать, но я знаю, что они тоже участвовали в войне и были даже на полях сражения вместе с мужчинами, вместе с армянскими мужчинами. И тоже, это гордость, и это не просто так, что монумент, он олицетворяет мать женщину. Если говорить о каждом, если говорить даже лично о каждом маршале, то, если вы, ну, конечно, на просторах интернета вы сможете и прочитать, и посмотреть, у каждого из них дома была то сокровенная, та семья, та женщина, та дочь, та мать, которая ждала, и с этой надеждой люди шли до конца. Хорошо. Роль женщины, она имеет свое особое место в жизни каждого мужчины. Да, она неимоверно важна. Я хочу напомнить нашим участникам, что у нас здесь есть чат, вы можете задавать свои вопросы, и у меня также есть некоторая перечень вопросов, которые некоторые из участников уже успели написать. Леона Семаковна, скажите, пожалуйста, вот как вы представляете, какой был бы исход войны у СССР, не будь у них наших выдающихся маршалов? Очень интересный вопрос. Выдающихся маршалов, конечно, исход войны, свою лепту, победу внес каждый, начиная с рядового солдата до выдающихся маршалов, героев Советского Союза, офицеров, майоров, адмиралов, командиров и, конечно же, рядовых солдат. Каждый имеет свое значение, каждый пошел на подвиг, на свой подвиг, жизненный подвиг. И, конечно, каждый из них был уверен. Я приведу пример. Вот у меня дедушка тоже ветеран войны. И как-то я ему задала вопрос. Дедушка, а ты был уверен? Ну, тогда мы были, конечно, меньше. Ты был уверен, что вы победите, что мы победим? И он сказал, не было ни малейшего сомнения. Не было ни малейшего сомнения. Ну, конечно же, лепту, которую внесли наши маршалы, она бесценна. И мы гордимся этим. Гордимся и будем гордиться. Будем это расстагивать и передавать следующим поколениям. Да, вот следующий вопрос про нашу молодежь, про следующие поколения. Как вы думаете, насколько сложно привить им все те знания, которые у нас есть сейчас? И почему некоторым сложно воспринимать сам факт войны? И люди, ну, не люди, а подростки вот до 17-19 лет, они как бы в какой-то степени даже и не в состоянии понять, в чем заключается смысл победы. Зачем мы это празднуем? Почему мы это празднуем? Да, конечно, есть такая проблема. Во-первых, я хочу выделить нашу армянскую молодежь, а не общение. У них такой проблемы нет. Это ребята-патриоты, я считаю, да, что они прям живут нашей общиной, нашим народом. Они молодцы, они организовывают мероприятия, которые посвящаются разным темам, связанным с армянским народом. Вот здесь у наших ребят, которым по 20 и более лет, я проблем не вижу. Но подрастающее поколение, да, до 19-18 лет, подростки. Опять же, это зависит и от взрослых, я сама считаю. Если мы это рассказываем, если мы это показываем ребенку, если мы обращаем внимание ребенка, вот, посмотри, это твой дед, он прошел такой путь. Вот благодаря ему мы сегодня живем, у нас нет войны, мы живем под мирным небом. Мы немножко поменялись ценности, но опять же, я считаю, что важно играет водитель и старшее поколение. И, конечно же, мы должны агитировать все это, то есть доносить всю информацию для детей. Опять же, может где-то биография, может где-то просто какие-то интересные факты, истории из жизни каждого. И, конечно же, мероприятия, которые проводятся, это не просто так. Если мы не будем этого делать, конечно, подрастающее поколение, оно меняется. И, не дай бог, но если не будет таких взрослых ребят, как и взрослого поколения, у которых есть ценности, которые дорожат, у которых есть память, да, об этом, о великом, о пройденном пути наших дедов, мы должны передавать и вкладывать в наших детей то, что есть и осталось еще у нас. Вот мы должны быть как посредником памяти, посредником всего того, что мы чувствуем, и передавать это нашим детям. Я уверена, что все-таки молодцы и многие, независимо от национальности, все-таки есть семьи, где сохраняются традиции и обычаи чтить взрослых, чтить предков, чтить память предков бабушки, дедушки, гордиться, говорить о них, рассказывать, общаться. И вот это общение со следующим поколением, оно, опять же, приведет только к лучшему, если мы говорим об этом, если мы хотя бы, я не говорю каждый день, да, вот сидеть и рассказывать там о нашем дедушке, что вот такой путь, у него такие ордена, но хотя бы такие разговоры должны быть, и должны быть не редкие, а почаще, показывать детям фотографии, рассказывать, как-то увлекать этим, что это была настоящая, реальная жизнь. То есть это не тот визуальный мир, в котором сейчас живут дети, и опять же, важна наша роль с вами, важно то, что мы делаем, и что мы оставляем после себя. Да, не могу с вами не согласиться, вы стопроцентно правы, потому что, не зная своего прошлого, никогда не сможешь построить нормальное будущее. И хорошо было бы, чтобы о ветеранах вспоминали не только на 9 мая, но и в другие времена, в другое время, когда люди счастливы или грустны, знали, что эти люди все еще живы, они все еще ходят наравне с нами, и мы должны быть благодарны им всю свою жизнь. И тут один очень интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у нас про маршала Бахрамяна, нашего любимого, владельца такой информации, правда ли, что он участвовал в Садарападской битве? Да, значит, в 1918 году, да, он участвовал в битве, он участвовал в разгромах турков, турков вместе с Дашнаками. Был этот факт, он есть, я и читала, и как бы знаю об этом, его потом хотели в этом обвинить еще потом, после войны, но, конечно, все так, ну, неоднозначно. Ну, это да, его же еще вроде как потом Дашнаки преследовали из-за того, что он отрекся от них, перешел в Советский Союз, да. Перешел в Советский Союз, да, ему пришлось пойти на такой шаг. И, конечно же, я и предлагаю, хочу, знаете, такую передать эстафету, чтобы хотя бы в месяц один раз мы брали тему, например, опять же, да, маршала Баграмяна, и уже во всех подробностях его жизни, и можно разделить по тематикам и представить со всех сторон великих людей, да, со всех сторон, чтобы, как бы, знать этих людей со всех сторон и владеть полностью информацией. Такое можно проводить, чаще об этом говорить. Это, конечно, было бы очень хорошо. Отличная идея. Я буду только за. Если вы будете с нами, как сказать, то мы только за, мы за любую идею. И готовы оплатить что угодно. Ну, конечно, идей очень много. Во время Великой Отечественной войны был, конечно, не только фронт, да, артисты, артисты театра, артисты кино, писатели, поэты. Каждый из них нес, опять же, свое, да, для достижения победы. И в тылу люди занимались. Кто-то строил детские дома, кто-то строил детские сады для детей-сирот. Это тоже большой вклад. Это тоже большой вклад. Это духовная поддержка. Люди делали все, чтобы... Чтобы помочь тем, кто на передовой, кто на фронте. Да. Вот. Интересный фильм был. Мне нужно, конечно, вот об этом, об этом немножко конструктивно подобрать темы, разработать и проводить лекции. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Мы только за. Так, ну, вопрос. Видимо, это были все вопросы. В принципе, их было немало. Вам большое спасибо, Леонид Сунактов. Это было суперинтересно и суперувлекательно слушать с вашей стороны. Ну, и рассказы, и истории про вахтанянов. Это я углублюсь в изучении их автобиографии. Это 100%. И надеюсь, что ребята, которые были здесь, тоже им всем понравилось. Хочу напомнить, что запись нашего эфира будет доступна в дальнейшем в всех наших социальных сетях. Еще раз вам спасибо. Вы проделали огромную работу. Благодарим вас. Я тоже благодарна. Благодарю вас всех, всех присутствующих, кто присоединился, кто остался с нами до конца. И я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Конечно. Спасибо большое. Спасибо всем участникам. Ждем вас на следующих наших конференциях, наших следующих экскурсах, которые будут. Следите за нашими социальными сетями. Спасибо большое. До свидания. С наступающим всех. Да, с наступающим всех праздников 9 мая. Спасибо. Спасибо. Спасибо.